Наконец-то собралась написать о своем опыте. Слава тебе! Не о мыслях своих, не о переживаниях, не о слезах, а об опыте, о практике. Вот что ценно, мои золотые. Вот я сижу на крыльце и сопляю кулак, и мотаю, и мотаю, и плачу, и все жалуются, что я плохая жизнь, плохая жизнь. Когда будешь хорошей? Ну, когда встану, наверное, что-то делать. Для хорошей жизни. Сколько ходить и жаловаться, ничего не делать при этом. А вот поэтому мы не о таких говорим. Это не православные люди. Православных не сломаешь ничем и никогда. Они вот это сопли мотать на крыльце долго не будут. Они встанут, за руку Божию крепко возьмутся, и силой Божьей тут действовать. Да, не своей силой. Потому что это не то, на что нужно надеяться. Свои силы мы знаем, чем мы можем. Пробовали, пробовали не раз. Из огня до в пламя прыгали. Вместо одного угла в другой шарахались. Вместо того, чтобы в дверь ходить. Это мы знаем. Нет, за руку Божию цепиться и с Богом пойти. Вот это путь православных. И поэтому очень много слова. Согласно написать об опыте. Нам именно опыт и нужен. Нам нужны дела. Присутствие Жоова, скажешь, Господь нас. А не разговор о нем. Ну вот. Оп, который она приобрела, пишет. Через молитву, вот соборную, по соглашению. И хочу засвидеться, о милости Божьей, как к нам, как у меня, у нас, простите, как у нас, семья, на 180 градусов перевернулась вся жизнь. На 180 градусов. Дальше. О соборной молитве Болгарь узнал в сентябре 15-го. Тоже в нашем веке, слушайте. Разве всего такой один год. Из, а дальше вот так, инстаграма, он как, ну современные же люди, ну не все, как я, правильно, есть же умные. Из инстаграма, со страницы Виктории Макарской, на которой она описывала то, что произошло с ними, рекомендовала всем подписчикам посмотреть проповеди отца Владимира. Ну вот, хорошо, решила я, посмотрим, проверим, кого это она там нам подсовывает. Открыла YouTube, ну знаете, что это за слово, да? Это цензурное слово вообще-то, не страшно, может это принеси. Открыла YouTube, а дальше взахлеб, одну за другой. И в течение нескольких месяцев, пока не пересмотрела все. Ну, не так. Я и плакал от радости, что Господь рядом с нами. Какие чудеса происходят в людьми, молящимися в соборных молитвах. Когда нерождающие рождают, пьяницы становятся трезвенниками, оказавшие в тупиках, обретают путь. Я и Бога-то благодарила, что открывает мне глаза на те вопросы, которые во мне тоже были, которые я сама себе задал постоянно. Где я нахожусь? Сдвинулся хоть на шаг в сторону Бога за 9 лет после моего крещения. В чем мое призвание? Как детей это нужно правильно воспитывать? Как решать проблему жизни? Вопросы всегда были. Теперь ответы появились. Дальше. После проповеди у меня было ощущение, что я долго-долго бродила в каком-то чужом темном лесу. Наконец нашла тропинку и пошла домой. Ну, не вот так. Если раньше у меня все знания, которые я вычитывал из религиозных книг, из трудов святых отцов, проповеди разных православных современных миссионерах, были подобны черно-белому кроссворду. Ну, она так пишет. Значит, что значит? Она говорит, вот так. Клетка белая, клетка черная, пробел. Кисту с пресном и с перерывами. Все не системно, все не поймешь как, не поймешь что. То после проповеди перевернулась я с головы на ножки и оказалось, как тяжело бы ходить на голове, только зачем. Как легко жить-то по правде Божией. У меня теперь в голове не хаос, а по полочкам стало раскладываться. Я наконец поняла, в чем мое призвание, лично мое, быть настоящей женой и настоящей мамой. Она так бы себе, такой вывод сделала. Вот в чем мое главное послушание. И не надо мне примерять на себя опыт святых монахов. Она не монах, у нее семья. Там даже будет видно четверо детей. Она не монах, у нее четверо детей. Ей не надо брать пример с монахов. Она правильно говорит. Можно и с монахов взять пример, но только не формы примера, а суть. А вот часто приходится такое видеть. Мне вот приходится это много раз. Вот молодая женщина, один из последних фактов. Повернулась к Богу по-серьезному, замужем, ребенок, все. Муж сказала, так, я теперь буду в церкви часто, дома буду много молиться. Так, в общем, варить придет тебе самому, теперь, скорее всего. Так, кстати, она сказала, посты теперь есть. Спать будешь отдельно. Говорит, что я смотрю, что-то невеселый стал. Не понимает своего счастья, не понимает своего счастья. Не понимает. Говорит, решила тогда стать построже. Чем закончится, я думаю, легко догадаться. Только недобрым. Это односложно. Ну вот. А она сделала другие воды. Раз она уже замужем, у меня четверть детей. Что искать-то? Кому подражать-то? Быть настоящей женой и мамой. Не с монахом будет пример. Пускай монахи будут с монахом пример. Правильно, правильно. У нее другой путь. Итак, в сентябре 15-го, будущий 15-й, первая кастря, которая заказала, имена отправила в Болгар, и начала молиться. Была Богородицей, сейфон, непиваемая чаша. Среда в осень. Это, мы знаем, почему. О погибающих в болоте пьяным. Токса страдает пьянством. Почему? Она тут пишет. Оздравь моего супруга, с которым мы были в браке на этот момент уже 18 лет. Из них 8 он пил. А я молилась за это время. Она была безбожницей. Молилась. Полностью поддерживай слово, которое вы, батюшка, мне здесь пишут, в проповеди из письма прочитали некой Анастасии из Подмосковья, который вы читали в проповеди, опубликованный 1 апреля 1917 года, как будто бы не ее жизнь, а мою рассказали. Ну, конечно. Если она писала про мужа погибать, это пьянство, и у нее есть сходство. Понятно. Так вот. И я тоже молилась до того. По-разному. Результат был, как у нее. Нулевым. Искала реабилитационные центры, смотрела лекции психиатров, наркологов, пыталась их советами что-то делать, лаской пробовала, равнодушием, шантажами, угрозами, различные антиалкогольные уколы, капли давал тихонько. Эффект был временный. По страхам смерти муж не пил какое-то время. А потом все началось снова и с большей силой. Действительно, гарантий не давал никто. Я убеждал себя, она же крещена была, она говорит, 9 лет до этого. Потерпю еще хоть немного. Может, из меня не будут. Но все чаще в голове было слово развод. Развод. Там уже не жизнь. Но у нас четверо деток. Но силы тоже были на исходе. Жизнь с пьющим человеком подобна постоянному нахождению в районе боевых действий. Вот у меня, прошу прощения, в семье никто не пьет, я не знаю, на чем говорит. У меня отец никогда, я в жизни пьяным один раз не видел. Мне очень сложно. У меня сыновья, я их пьяным не видел, поэтому мне очень сложно. Но вот у нее вот так. Наверное, многие согласуются со словами. Не знаешь, с какого угла ждать и какого выстрела. Как на парковой бочке. муж уходит на минуту, а может прийти через сутки и пьяный. Уходит с деньгами, за продуктами, а может вернуться без денег, без продуктов. Сама уходишь из дома, по каким делам, и все внутри сжимать страха. А дети-то не брошены там сейчас. Точно говорят, сколько выпито водки, столько пролитых слез. Из опыта. Как она в начале говорит? Напишу об опыте. Из опыта говорит. И вот приближается первая среда, когда мне молиться за него соборно с болгаром о кастином Божьей Матине пиваем чаши. Днем, без каких-либо причин, вдруг, до того, перед этим, поднимается высокая температура у младшего сына. То есть молиться нельзя, а когда надо кидаться, увлечить? Беспричинно. Молиться стало в 20-20, в 8 вечера, 20, а в 20-20 поднимается с температурой другого ребенка. Меня это, конечно, напугало, но я вспомнил вашу славу-бачку в проповеди и опыт других людей, о которых говорили, что без битвы мужа не отдаст. Я об этом много раз говорил. В Писании написано, в Библии конкретно сказано, что апостол пишет или Дух Святой через апостола Павел говорит. Не обманывайте сами себя, братья мои, пьяницы Царствия Божия не наследуют. То есть, если я алкогольно-зависимый, значит, у меня пропуск уже выдан мне в ад и место там уже забронировано. И тот, который уже меня прописал там, он меня без боя не отдаст. Без дьявола, своей жертвой, без боя не отдаёт. Он дерётся за них до крови. и она на сновьях это увидела. А почему на сновьях? А он бьёт там, где больнее. Где у матери самое слабое место? Дети. Она говорит, младшие. Ага, младшие, маленькие, чтобы сердце дрогнуло, напугалось, бросило молиться, прекратило бы, оставило мужа идти в ад. как всё объяснимо, как всё предсказуемо. Но она говорит опять, как нет, напугало. Но слова проповеди и опыта других людей дал силы. Я не бросила молитву, но поняла, моё самое язвёное место это дети. Конечно, ну, конечно, мать я какую-то. Продолжала молиться, скажет, в среду, без пропуска. Никаких чудес не происходило. Хорошие слова. Даже наоборот, становилось всё хуже и хуже. То есть, вызов дьявол принял. Ага, ты чё, из-за да? Кого я уже прописал? Всё, мужа? Ну, давай, поборемся. Давай, я покажу, что я могу. Война шла. Как говорят на Руси, не на живот, а на смерть. Муж не перестал пить. У меня было ощущение, что в нём сидит зверь. Это не он, кто-то другой. Было страшно. Отношения между мной и мужем становились всё хуже. Придёт домой, ляжет на диван, включает телевизор и смотрит стеклянными глазами без остановок всё подряд. Вот такой с ним стало. Она заметила, глаза стеклянными стали. Ясно. Единственное, если он ко мне или детям обращался, только ором и в таком духе. Заткнитесь, пошли вон отсюда. Понятно. Понятно. Зачем бес его так нагораживал? Спроси ему сам себя. Но она о ком это о нём. Если он будет миленько, золотая, помоги мне. Она ещё больше разгорится, будет молиться. А он её, она у вас рук помощи, а он её сюда пошёл. Другая взяла, хлопа, сдыхай тогда. Вот что хотел бесина-то. Вот куда толкал. Она это поняла. Она это поняла. Опытно. Ещё раз. Не мечтательный, не из книжек. Опытно. Как это ценный опыт. Или он так, как со мной говорил. Чё, молишь сектанг? Да, мне такой приходилось. Чё вы там болгарина придумали? Какие-то молитвы особые, да? Секту втихаря налаживайте. А я говорю, я грешник. Я стал отвечать. Нет, мой родной, это вы в секте. А мы чему Христос учил. И будем дальше говорить. Мы проповедуем Евангелие. Его Слово Господа. Это он сказал, я с вами до скончания века. Это он сказал, где двое три боем там я среди них. Это он сказал, если двое на земле согласятся между собой, о чём-то просили, что бы не просили, будет им. Это не сектанты проповедуют, Христос говорил и говорит по сей день. Ну вот. Дальше она. Ага, дальше говорит, помолишься и сразу тебе всё получится. Ага, жди. он. Хотя я молился порой тайно от него, он каждый раз чувствовал это. она говорит, я даже время меняла. То есть восемь часов до полдевятого. Я начинала раньше, чтобы зацепить первые десять минут или позже, чтобы последние десять минут зацепить, чтобы он не раздражать его, чтобы. А он каждый раз чувствовал. И всегда начинался крик. Опять прячешься, опять молиться. Ну кто его ведёт? Кто ему по-зузыке стал сказать? Понятно же ведь? Муж стал больше курить. Курить стал больше. Причём дома, в туалете. Туда было не важно зайти. Я когда говорил, что там даже вдохнуть, выдохнуть нельзя. Ну туалет, ну как же, необходимо выходим, сесть там в ответ был один. Ты дуру всё напридумывала. С любовью. Спустя несколько месяцев он изменил манеру выпивки. Изменения пошли. На молиться изменения пошли. Но какие? Смотрите. Изменения, но без полностью сразу не сдаёт. Значит, пил понемногу, но зато теперь каждый день. И находился в состоянии такой дурки эйфорической. устал заниматься ремонтом дома. Изменения. Она увидела, лёд тронулся. Так, на вопрос, ты зачем сегодня-то выпил? Да? Отвечал, это тебе мерещится. Ну 18 лет вместе. Говорит, я милую знаю походки. Порою, да, надежда, потом опять меняется на отчаяние, неверие, потом опять молитва, вот все это меня не оставляло. Но я в сердце сложил слова Господа. Православный как делает, оказывается? В сердце сложил слова Господа, где двое или трое собранного и моё, там я посреди них. Чего бы ни просили, будь им от Отца Небесного. Эти слова давали мне надежду и силу, когда уже опускались руки и хотелось всё бросить. И наступал тупое отчаяние. Я поняла, не надо толкать и торопить Бога. Тимоп тучит. Не что хочу и когда хочу, довериться Господу. Не надо торопить Бога. Но не глупее нас наш Бог. Умнее довериться Ему. Когда лучше для нас подать просимое, если так и сделает. Если не сейчас, значит, сейчас будет не на пользу. Но всё равно приходилось бороться с желанием сейчас. Или поскорее бы хотел. И чем дольше молился, тем больше приходило сознание того, что я. Она молится о нём. А в нём о Дух Свету действует. Господь живой, Он действует. Воскресший, рядом. И в ней самой происходит изменение. Она о нём, а в ней изменения. И вот смотрите, какие. Чем дольше молился, тем больше приходило осознание чётко и ясно, что это я сама своими руками мужа таким сделала. убил в нём мужские качества и загнал в эту страшную пьяную болезнь. И это я давал ему, не давал ему право слова в семье. Всё было только так, как я скажу. Это я соревновал с ним, кто больше звёзд заработает, а не в органах работают, оба погоны носят. Она выше, у неё звание выше, она везде выше, чтобы он помнил. Это я считал, что быстрее достигнут должности. Дальше мы с ним тогда работали оба правоохранительных органах. Понятно, да? Что я больше денег заработаю и зарабатываю. Кто настоящий мужик в семье? Она! А он так на побегушку. И он по словам стал бороться. Да, не по-мужски стал бороться, по-вабье. Только с непонятным привкусом полумужским. Пить! на злу. А может спрятаться от самого себя за пьяной занавеской. Ну, размазня, но не получилось. Но отомщу ей. Не слажу соплями помажу. Тоже победа. Это я ему не додала ни ласки, ни тепла. Это я разрушала нашу семью. Поняла, как важно для мужа физическая составляющая брака. Потому что Бог не дает просимое. Поэтому сразу, так как надо время мне, мне осознать эти причины, себя сломать сначала, а не его. А дальше написано, но как тяжело и больно ломать уже сросшиеся неправильно кости. Больно, тяжело. но без труда не взять и рыб из плода. Так прошел год в молитвах и борьбе. Это я от себя добавляю, это написано. Муж по-прежнему пьет в течение года. Тогда я принимаю решение, буду молиться в среду четыре раза в сутки. За это время, я уже сказал, здесь в Болгарии оказалось считаться четыре раза в сутки каждый. Это не для того, чтобы почти раз молиться каждый. Нет, просто люди живут молиться церкви в разных местах мира, в Америке, в Австралии, там другое время, что выбрал, кажется, как-то ему удобно. Но она вот так решила. Четыре раза в сутки начну молиться тогда, раз ничего не прошибает. Изменения есть, она видела, ремонт стал делать, по немногу, но каждый день. Есть, главного результата нет, она видит, что поперлась, что-то не хватает, что она могла. Все, что она решила, тогда через сутки молиться, вставать два часа ночи, за тот, кто ее дурой кроет, и утром, и днем, и вечером, который ее ловит, говорит, сектанка, опять поперлась, за него молиться через сутки. Я принял решение, а буду молиться столько, сколько Бог велит. Если до конца жизни, значит до конца жизни, смирилась. Смирение к путь к любви. В ней это произошло. Господь действует. Спустя некоторое время муж бросил пить вообще. Я начинаю ждать, мол, сейчас, ну, скоро, вот и сорвется. И поэтому молитые подам не оставляю. Знаю, алкоголизм хроническое, пожизненное заболевание, просто от этого не избавиться. Месяц через два муж действительно выпил. Через два месяца впервые, первый раз за восемь лет выпил. И произошло то, чего не было никогда. Он отравился алкоголем. Ну, восемь лет жрать бочками и только быть в эйфории. Хотя отравился, чем никогда не отравлялся. Вот так вот, вот так вот. Да, чего раньше не было. Я в отчаянии. Потом проходит четыре месяца. Не пьет. В один день рассказала своей знакомой о силе молитвы. Что молилась и наконец-то выдела результат. Ну, вот такой. Только сказала, через несколько дней муж опять выпил. Индоприсиел страх. Дальше что? Сильное опять отравление. Что произошло с организмом? Что дух с этой сделал с ним? Организм не принимает. Он хочет, он берет в руки туда. Это отрава происходит. Что дух с этой сделал? Не знаю. Но только результат вот такой. Я благодарила Бога за его помощь, что муж так тяжело стал переносить вот этот самый алкоголь. Для себя сделал вывод. Проблем утихло. Но ведь не решился. То есть он не может пить, но хочет. Но хочет. Не перед его хватает на самом деле. По серьезному и решился. Молиться буду до конца моей жизни. Чтобы муж ушел от этой заразной всегда. Чтобы и мои никогда эту заразу в рот не брали бы. Уже не только о нем. Зависит свой род. Сердце расширилось. Молиться сердце расширилось. Кстати, она пишет, он считает, что он не пьет не потому, что организм не понимает. Просто не хочет. А вот захочет, ну вдруг и выпьет. Просто не хочет. Курить не бросает. Но перешел на электронные сигареты. Стал уменьшать количество никотина. Лед тронулся по всем фронтам. Мы хоть детьми теперь этой вонью не дышим. Тут она пишет, дальше я пропущу, что она на радость стала молиться еще и по-другому, акафистом тем и тем с другого. Потом поняла, что перегрузилась, что силы человеческие, Божие, они граничены. Человеческие имеют границы, опыт приобретен. она говорит, каждый день стала молиться, кроме того, что недели не было, и поняла, что-то лишнее на себя набрала. Решила отобрать главное, она. И на сегодняшний день молится, вот не пивая чашка, как она говорит, по крови Богородицы за деток воскресенье, Николаю Годнику. Четверг. Да. И она пишет. И Господь явно живой и действует. Слышим, да? Она убедилась на опыте, на шкуре живую. Господь явно живой и действует. В нашей жизни меняй нас всех. У нее семья, по семье говорит, постоянно. После того, как стала молиться за дочь Инкут, вот, Божья Матерь, она резко рассталась с молодым человеком, с которым встречались непонятно, зачем три года. Непонятно, зачем три года. Соломина вдова, как назвать? Незамужем, незамужем, непонятно, зачем? Сразу точка. Значит, не нужно, пустое. Сразу Господь. Молюсь дальше. Теперь знаю, Господь даст ставку, Он даст сам. Ей бы быть, только хорошей женой. А дальше вот такие слова я должен прочитать. Я, к сожалению, сама не была и примером-то не воспитала. Я думаю, это признак смирения и покаяния глубокого, эти слова. Вот она говорит, пробовала за маму молиться у нее. Мама не крещёная. В возрасте не крещённая. Аказано крестителю. и поняла, что тут надо, ну, в таком возрасте не крещение. Тоже решила четыре сутки молиться, каждый вторник. Да, даже говорит, но тут такое началось, посыпалось такое одно с другим, причём связано было опять с детьми. В детях начали такие штуки приходить. И причём вот как она пишет, говорит, всё начиналось проблем какая-то только по вторникам. В день молитвы, ни раньше, ни позже. Пару дней мотала, дня два передышки, вторник заново. Как пора стоим? По вторникам. Она повторник замолчить молиться? По вторникам бой! я поняла, что это связано с молитвой за мою маму. Я смогла два месяца только так помолиться. Потом я оставила молитву. Поняла, у моих сил есть границы. Сейчас болгары за мамочку молятся, но я поняла, что я слаба пока. Но молился и оказывается Божьим Матерь и отчетных сердец за мою мамочку. Потому что мама моего мужа не приняла и не принимает. Больших изменений нет, но стали отношения у них много мягче. Вижу, Господь дает только то, что полезно сейчас. Вот такое свидетельство. За деток молиться обязательно. Покров по среду Богородицы каждого воскресенья. Молился и буду молиться. Это тоже уже до гробовой доски. Думаю, что мои детки на сегодняшний молятся, ходят в храм, причащаются, со старшим изучаем закон Божий, младшенькой пока разговариваем о Боге. Это главное. Для меня это главное. Молиться о детях, видит плод, для них главное. как приложение к этому старший сын стал хорошо учиться в школе, занялся спортом, музыкой, средней, проходил два месяца в детский сад, который сам просил, сказал, туда больше не пойду. Почему? Мне там скучно, одиноко. Воспитатели в церковь не ходят и не молятся, там нет икон. она услышала, она его повела, она не отговаривала, ребенок сам проговорил, она молится и видит изменения. Средний сын тоже занялся музыкой, ему это нравится, стал интересоваться вопросами о Боге. Старшая доченька учится в другом городе, к сожалению в храм не ходит, но я думаю, что она там одна, взрослая, и не ударилась во все тяжкие. И это рука Божия, Матерь Божия за мою грешную молитву держит ее. Мы с мужем меняемся. С чего началось с него? Все больше о нем меняемся. Стали больше времени уделять деткам, муж с ними стал играть, общается. У нас же мальчики младшие, так важно. Я поняла, я должна отдать детям не развивалки и игру руки, а фундамент для их жизни. Научить их жить с Богом, стало больше понимать детей, пытаясь согреть их теплом каждый день, чтобы потом, когда меня не будет, память этого тепла поддерживала бы их. Не каждый из нас так-то. Вот сила Господа. В расписании Акайства Болгара прочитала, что о семейном благополучии молится по пятницам святым мученикам Гури Саму Навиву сильно удивилась. Сразу не приняла этого. Я о них ничего не слышала. Сама просила о семейных делах Святых Петра и Февронию. Это понятно сейчас, да? Очень модно стало. Но когда узнала, что не приняла, но узнала, когда их день памяти мученик Гури Саму Навиву 28 ноября говорит, это день моей свадьбы с мужем. Поняла? Молиться буду. Отношения с мужем налаживаются. Не могу сказать, что все идеально. Ну, а кого идеально ведь? Мои золотые. Ну, кого у нас идеально? Нет предела совершенства, но стараюсь заботиться ним, ухаживать. Поняла? Мы с ним одна плоть. Конечно, это не произошло мне на второй день после, как я начала молиться. Понадобилось время, с 15-го она говорит, молиться. Месяц через два я обратил внимание, что, идя в магазин, мы уже не ругаемся, как это раньше было, всегда. Однажды мы зашли в наш магазин, продавщица смотрит, она нас тихонько меня спросила, вы что, встречаетесь? Почему отношения похожи на конфетно-букетный период? Сразу видно, но влюбились два. сильно удивилась, что мы уже 20 лет женаты, у нас четверо детей. Через 20 лет, пройдя и обиды, и зло, влюбились в друг друга муж и жена. Через 20 лет. Я с таким фактом, кстати, сталкиваюсь постоянно регулярно, в начале молитвы. Как в жену влюбляется жену мужей. я помню, когда непродавщица, одна знакомая свою знакомую спросила, говорит, слушай, она такая интересная, такая боевая женщина, говорит, только это, ты не прикидывайся, овечка, я же вижу к тебе, у тебя на роже написано, что ты влюбился. А муж мне пил достаточно число, жили очень плохо. Говорит, появился кто-то? Ну, расцвела, расцвела, ну, колись, колись, колись. Она мне потом рассказывала. Рассказывай, кто он? Я никому не скажу, но хочется порадоваться, бескорызна тебя. Кто? Влюбилась? Она мне рассказала, я сказал, правда, да, влюбилась. Я же говорю, кто это? У них городок маленький, все на виду. В городе 30 тысяч населения, Новоульяновск. Говорит, кто это? Она говорит, это мой муж. Она даже обиделась, на меня разговаривать не стала. Ну, не хочешь, говорит, ну, не говори, врать-то зачем? Ты что, вот я, например, своему мужу влюбился? Дура, что ли я? Ну, что ты врешь-то? Не вложишь, не говори, не надо, наплевать на тебя. Ну, ты мне больше не подруга. Она говорит, ушла, а я смотрю, я даже не обиделась. Я сказал правду, я влюбилась в своего мужа, а он в меня. Кто начал мальство, знать, как это бывает. Так вот, муж стал опять таким, каким был, когда я выходил из него замуж. Заботливый, добрый. Мы с ним, как Ничка с иголкой, вместе, дружно. Я стала более женственной. Потихоньку научилась красиво одеваться, красиво носить платок, вести домашнее хозяйство. Исключилась гардероба, портки. Наряжаюсь теперь только для новотчакого мира, для мужа. И дома, когда тоже. Он видит. Он мне разрешил, разрешил, сходить в храм не только в субботу, даже вечером. Хотя раньше не давал согласие на это. Сам с детишки нас отвезет в церковь и стоит на машине ждет, когда закончится служба. Сам не идет в церковь, а нас возит и ждет. Вижу, и тут ли тронулся. Наверное, скоро перестудет порог церковный. Святитель Николай. Вижу, как молится о нас. Чувствует каждый день. Мой муж, не имея строительного образования, придумал экономичную технологию. В органах работал. Чтобы уместиться на средства материнского капитала. И сам один, без челюб помощи в таком возрасте, построил старшему сумму дом. Срочно понадобилась серьезная сумма денег, чтобы доделать дом до зимы. Позвонили родственникам, просили сумму. Ну, не по-глупому уже, это суды брать с процентами. Зумных никто, а так ведь не делают уже. Поэтому родственникам попросили, без процентов. Но только много меньше, которая нужна была. Большую, кто даст сразу? А они нам прислали больше, но урона столько, сколько надо. Почему? Вот как это так? Они молятся, Господь действует. И даже в таких незначительных мелочах с точки зрения вечности, Господь радует нас, своих детей. А тут православная выставка была в городе. Денежка не было, кончились. Я попросил Боженку, Господи, если можно, немножко, мне бы только книжечку духовную купить для деток, заказать что-то, молитву. И Господь послал. А они пишут, как? И так можно перечислять до бесконечности. Бумаги не хватит. Начала молиться сначала о муже, а Господь повел во всем. В общем, своим словам скажу, они по высокие лет в органах им за штат, на пенсии. А дети, чем маленькие, надо работать. И она говорит, вот я молюсь, и Господь явно не дает работать сейчас, говорит. Но ведь для чего? Он дома делает, сын, там еще что, он нужен с детьми, он нужен дома, это вижу, говорит, деньги нужны, говорит, и как один с другим родственники, то тот, то другой, то третий шлют, приносят. И не просим даже. А в марте 17 со мной что-то произошло, в марте 17, вот месяц назад, я полюбил молиться по псалтыре, сердце запросило, поняла, Господь любит нас, ежеминутно душа просит благодарить Его за перечисленные дары, за то, что дал мне такого мужа моего, который меня повернул к Богу. Не пил бы, а раз, повернулся бы она, повернул. Деток моих, крыш над головой, мы живы, здоровы, слава Богу, не пьет, мне 38, ему уже 43, мы уже молодые, но пенсионеры, пенсионеры работали на севере, имеем возможность быть рядом друг с другом, с детьми, не перечислить тех даров. Теперь, главный мне окажет, воскресенье 9, слава Богу за все. А дальше она написала словами с псалтыри, я прочитаю эти слова. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и воспевать во славе моей, воспрянь, псалтыри гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду бы успевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя и да облако истина Твоя, Боже, будь превознесен Ты выше небес, на сей землей да будет слава Твоя. Это слова из псалтыри, значит, теперь и ее слова, и ей тоже родные. На всю жизнь запомнили слова Бог не человек, чтобы ему лгать и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Слова из Библии. Он ли с каждой не сделает, будет говорить и не исполнит. И трава засыхает, цвет увядает, слово Бога нашего пребывает вечно. И теперь стараюсь ободрить своих знакомых, которые многие уже молятся так-то, и у некоторых опускают свои отчаяние руки. Я им говорю правду из опыта, из опыта. Просто не пришло время, потерпите, Господь явит силу, будет перелом. Я сама через это прошла. И ко всем нам спаси вас и Господи, что вы так молитесь и укрепляете нас. Мы находим дорожку к Богу. Нам это нужно. И в конце слова тоже из псалтыри. Не нам, Господи, не нам. Имя Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. С молитвой о вас о вас молятся. С молитвой о вас Анастасия, апрель 17 в Волгоград. Вот, мои дорогие, два таких письма. Я не забыл, что вначале сказал, прежде чем читать. Я сказал, что если Господь говорит, что Он воскресший живой, что с нами, что Он совершал такие потрясающие факты, сил своих в веках древних, то должен сейчас совершать. Мы этого не видим? Видим! Видим! Но Он только там и действует, где Ему дают. Он слишком любит нас, чтобы являть насилие. И Он входит в тот дом, которым открывают дверь. Он об этом сам говорит. Мы много раз говорят слова из Писания, из Апокалипсиса, в Библии, где Господь говорит, стою у дверей и стучу, и кто откроет ко мне, тому войду. А они открыли, к ним вошел и совершил свою. И они почувствовали себя детьми Божьими, одной семьи с нашим Небесным Отцом. И поэтому у них такие вещи творятся. Поэтому, мои дорогие, еще раз хочу свидетельствовать то, о чем говорят открытые царские врата. Нет перегородок между небом и землею. Наш Бог с нами. Он пришел к нам во Христе Иисусе и не оставляет нас по сей день. Вознащая, сказал, я с вами во все дни до скончания века. Истинно так. Аминь. Где с нами? Где два или три войны. Там где семья в сборе. Где нет делений. Где два или три войны. Там я среди них. И при этом даже если молитвы, о чем мы сейчас читали, то если два хотя бы согласятся между собою, два больше, чем один, то есть собранием соборно, по соглашению, как в путной семье, согласятся, о чем-то просить Небесного потому что это наше слово молитвен становится его словом, его делом, а для него невозможного нет.